Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Хочу задать вам вопрос. Как вы думаете? В прямом смысле, как вы думаете, чем вы думаете и когда вы думаете? Как говорили классики, если я думаю, значит я существую. И это правильно. Ведь верно и обратное утверждение. Если я не существую, то значит я и не думаю. Наверное, вы уже хотите сказать, Сергей, хватит уже этих твоих философий, трюизмов и прочих рэндомных наборов слов. Ты что хотел сказать-то? И точно, я хотел сказать другое. Вот и есть такой профессор, Сергей Савельев, российский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека аж самого РАН, родившийся 7 марта 59-го года. То есть ему 60 лет уже. Профессор настоящий с бородкой, наверное, в Москве. Чем известен? Ученый, популяризатор науки, автор широко критикуемых оригинальных концепций. Вот такой вот человек и вот что он делает. И он вместо того, чтобы с присущей всем профессорам нудностью заниматься ковырянием мозга, желательно своего, стал вдруг ковырять этот мозг у других обитателей нашей планеты, человеков, и нашел массу интересного в извилиных этих самых мозгов, о чем не применил доложить всему, и не только научному сообществу, но и нам с вами в присущей ему нудно-научно-популяризаторской манере, хотя и в какой-то степени издевательской. Вы только послушайте, что он несет, что он говорит, этот профессор прокисших мозгов. Он даже на самого Владимира Владимировича пристально так смотрит и раскладывает все по полочкам и по баночкам, не говоря уже про всяких там Трампов, Обамов, Меркелей и прочих Макронов, Оландов. Многоточие. Итак, давайте послушаем и откомментируем, тем более, что этот ролик уже набрал около, сейчас скажу точно, сколько он набрал, и он набрал уже и за время публикации с 29 декабря 2018 года он набрал аж 150 761 просмотров к настоящему времени, 2400 лайков и 590 дизлайков. Людям не нравится, что он говорит, когда он ковыряется и в их мозгах. И всего он набрал 861 комментарий, и эти комментарии очень интересны, поверьте. И я их обязательно вам прочитаю. А сейчас предлагаю вам послушать, что такого интересного нагородил наш уважаемый профессор. Значит, после прихода к власти Трампа, ситуация в Европе изменилась. Его резко отрицают, если не осуждают. В чем дело? Дело в том, что европейские лидеры – это плоды довольно длинной биологической эволюции европейских народов, в результате которых были отобраны не самые лучшие, не самые честные, не самые умные, а самые подлые, хитрые и оптимальные приспособленцы. Именно они сейчас составляют элиты Европы и в том числе находятся при власти. Поэтому чего ожидать, когда вы привыкли воспитывать раба с помощью одной большой плетки, которая называлась Барк Обама, теперь пришла новая, и они боятся, что она может оказаться, как у маркиза де сада с крючками. Если говорить о том, о наших ожиданиях русских людей, которые полны иллюзий о том, что станет лучше, особенно с Европой, то это огромная наивность. Во-первых, Европу не надо учитывать вообще. Это ни о чем разговоры про Европу, разговоры ни о чем. Как можно обсуждать что-то с лидерами каких-то там мелкотравчатых европейских стран, имею в виду такие, как Франция, Германия, Италия, на территории которых стоит несколько сот американских баз. И вооруженные силы США во много раз превосходят и по мощности, и по контролю все эти страны. Плюс они все находятся в военной разработке и разведывательной разработке США. Это страны-сателлиты, с ними можно говорить, ну, и исключительно из исторического уважения. Вот вы знаете, ну, когда-то мы там брали Париж, мы когда-то брали Берлин. Ну да, ну мы вас били, немчики и французики. Ну да, ну вот мы готовы даже выслушать ваше мнение. Не более того. К этим странам нельзя относиться серьезным до тех пор, пока они являются средой оккупированной США. То есть разговаривать надо с США. И, конечно, когда Трамп пришел, испуг этих людей в этих странах, связан руководителей, с тем, что поскольку они вторичны, это не государство, это такие колонии, только современные. Они вторичные, из-за своей вторичности, они перепугались, что надо будет как-то объясняться, надо будет как-то извиняться, как-то можно получить розгами на заднем дворе, там, и от нас, и от американцев за глупость. Они боятся, боятся как рабы. Вопрос такой. Франция смогла вернуть доллары, поменять, как это сделал в свое время один из руководителей Франции. Он один раз отправил туда пароход с долларами и попросил вернуть золото. После чего Америка сказала, что доллар золотом не обеспечивается. Германия смогла вернуть свое золото, которое находится на хранении в США? Нет. Они даже голос поднять не могут. Еще раз говорю, колониальные территории, которые полностью зависят не только в том смысле, что они подчиняются, их там как-то уже Меркель взяли на компроматии и держат ее жестко. Не об этом речь идет. Это все мелочи, о которых можно не обращать внимания. Речь идет о глобальных вещах. Это страны, которые до сих пор находятся под оккупацией. У них нет своих даже возможностей выпросить свое собственное золото. Слушайте, да, это просто смешно. Американцы сейчас ведут пошлины на Мерседеса и БМВ. Экономика закончится, потому что китайцы их скоро покупать не смогут. Поэтому выбирать там, кто придет, как придет, какие-то там будут. Да, конечно, риторика может измениться, но все равно их политика будет, по сути, вторичной. Европа могла бы противостоять США. И совершенно... Трамп тоже сам совершенно правильно сказал. Он сказал, что Европа собралась для чего? Вместе. В Евросоюз. Для того, чтобы противостоять нам. И больше ничего. И поэтому, конечно, он, как глава колоний европейских, европейские колонии Соединенных Штатов, он не хочет, чтобы они собрались, объединились и противостояли им. И естественно, самый близкий друг, самый большой предатель Англии, а Англия тут же сбежала из этого союза. Когда стало ясно, что теперь попытаются экономический центр перетащить из Англии, США, из Федеральной резервной системы в Европу. И, конечно, он будет делать все для того, чтобы эта Европа развалилась. И никаких войск из Европы он никогда не выведет. А это значит, что эти страны останутся на колониальном статусе и будут делать то, что им скажут в той или иной форме. А попытки, которые они там будут пытаться проводить, стать независимыми, они будут пресекаться. Ну, надо сказать, что Англия – это хронический наш противник. И он хронический по всем параметрам. И по генезу, там, начиная с времен Ивана Грозного, когда туда мигрировала часть очень специфического населения, изгнанного из Европы. И по многим другим принципам. Дело-то в том, что англичане, поскольку это мелкое островное государство, они держатся только на двух вещах. На бесконечных противопоставлениях одних наций, народов и религий другим. Это их любимое развлечение. Надо действовать точно так же. С моей точки зрения, не надо прислушиваться к английским, ко всем этим разговорам, а надо действовать против них точно так же. То есть, стимулировать всеми способами раскол Англии, вплоть до отделения Уэльса. Я уж не говорю про Шотландию. То есть, расчленять так же точно по тем же краеугольным принципам, которым они действуют последние 400 лет против России. Англия, конечно, хотела бы быть очень самостоятельной. Это безусловно. Но никто и не даст этого сделать, потому что те деньги, которые обслуживают английские бизнесмены и английские банкиры, на самом деле американские. То есть, на самом деле, это такая американская сберкасса в Европе, которая сейчас будет утрачивать свои возможности. Им опять придется добывать уголь, опять придется возвращаться к той экономике, которая в Англии есть, а не только спекулировать деньгами в Европе и жить за счет других доходов. Да, конечно. Если сейчас Англия под контролем Америки, потому что если сейчас выведут из ее, так сказать, юрисдикции возможность проводить финансовые операции, а это американцы могут сделать легко, то англичан ничего не останется, потому что последние годы они не столько занимались промышленностью, не столько занимались производством Роллс-Ройсов, которые теперь делают уже немцы. Кстати, это хорошо, потому что из-под Роллс-Ройсов перестало все течь, потому что пока их делали англичане, из-под них все время что-то текло, там очень много трубочек, капало все время. Кстати, американцы были очень недовольны, потому что в гаражах обычно чисто. Это английское изделие, значит, протекающее, как худой пес, значит, они вместо того, чтобы совершенствовать свои производства, они их просто распродали, от китайцев там до немцев, а все свои промышленные производства прикрыли. Так вот, это безобразие можно было осуществлять только благодаря финансовым спекуляциям. Американцы отнимут у них возможность спекулировать деньгами, и Англия закончится. Значит, если говорить о Ланде, который сделал свою любовницу беременной, и в результате широкого обсуждения и любовницы, и беременности, ну, то есть, говорит о том, что у него, он не просто любовница, он еще может что-то сделать, хотя по виду не скажешь. Конечно, его рейтинг подрос. Да потому что в Европе, как действовали 30 тысяч лет назад биологические критерии оценки людей, так они остались. Ну, вы посмотрите. И в Америке то же самое, и в Европе. Вы посмотрите, там на что обращают внимание? На внешний вид. Если девица, то, значит, посмотрите, ледь Диана в чем? Ну, симпатичная. Вот ее и вспоминают. А ее там сноха не очень. Аланта, что мужик? Да, мужик. Завел любовницу? Молодец. То есть, что и французский, и русский авторитет, как известно, держится все-таки на количестве и качестве любовниц, а не только на молодости жены и количестве детей. То есть, если он, так сказать, проявил себя как настоящий бабуин и оплодотворил нескольких самок, он молодец. И в инстинктивном подсознании французов он выглядит молодцом. И, конечно, авторитет его возрос. А если бы он еще умудрился бы одновременно оплодотворить черненькую какую-нибудь, еще австралийку, то тут бы вообще до небес. А еще принял бы ислам и уехал бы в Арабский Эмират и сразу на всех трех женился. Вот это было бы круто. Так смотришь, он может и второй раз переизбраться. Жалко ему подсказать некому, сочувствую бедным французам. Слушайте, если говорить про президента, о том, что он должен решать важные, серьезные проблемы, посмотрите. Вот у них был Сарказик. Какую там он проблему решил? Как известно, одну межножковую ямку обслужил. Карл Бруни. Чего авторитет у него упал? Опять возрос. Когда инаугурация была, Сарказик, это же было страшно смотреть, когда он вывел свою семью. То, как шли его дочери, то, как шла его жена. Ну, естественно, французов там начало тошнить, наверное. А когда он вывел Бруни, вот это да, все, у него авторитет опять вырос. Об этом речь идет. В Европе никакие разумные доводы, никакие религиозные, нерелигиозный снобизм, непорядочность, еще раз говорю, не имеет никакого значения. Я с этого начал. А все возвращается к тому же, что вот бабуинская доминантность. То есть, как у обезьян. Чем больше самок, чем они моложе, чем больше бананов или денег, и чем выше ты залез на скале вместе с этими самками, тем лучше. Все, принципы те же. Это говорит о том, что просвещенная Европа живет по тем же обезьянениям закона. Нет, объясните это все еще раз. Возвращаемся к Германии, к Меркеле, к ее любви, к мигрантам. Значит, ну, во-первых, там живут немцы, аккуратные люди. Ну, так считается. Это на самом деле мистика. Они раздолбая, и оболтус никаких свет не видел. Немцы. Иначе бы они туркам не довели собирать свои Мерседесы. Дело в том, что Меркель, они посчитали, что вот в Германии такое-то население. Если мы запустим миллион, например, мигрантов, мы поглотим их? Поглотим. Вроде как пропорция очень хорошая, в нашу пользу. Ну, и давайте пускать. А на самом деле они не учитывают, как всегда, немцы, из-за, говорю, разгильдяйства своего, у них голова плохого работает, иначе бы они там с Россией не воевали многократно, и много других всяких глупостей не делали. Значит, они посчитали, вроде, хорошо. А на самом деле они же ведь не смешиваются. Слияние народов не происходит, адаптация нулевая. Они живут кланами, живут семьями, районами. То есть это потенциальная опасность. Но Меркель, во-первых, я говорю, она находится под полным контролем со стороны США. Видимо, у нее там грехов много. Благо, она в России долго училась, как известно. Вот, видимо, ее на чем-то поймали, как следует, и держат намертво. Это раз она будет действовать против России в интересах США всегда, и будет действовать против Европы в интересах США всегда. Запуск большого количества мигрантов – это проект по разрушению единой Европы, которая может противостоять США. Начал это Обама, и я думаю, что это в той или иной степени продолжится. Теперь насчет разницы в понимании. Теперь относительно того, что происходит с мигрантами. С мигрантами такая вещь. Если европейцы, как я уже говорил, на протяжении тысячелетий превращались в конформистских, покладистых исполнителей, беспринципных, конечно, аморальных, но таких добрых и хороших, потому что в противном случае они отправлялись или на весельницу, или на гильотину. У них был выбор небольшой. Они предпочитали жить, и поэтому живут, на самом деле, в Европе с мозгами плоских червей. То есть они пошли на адаптацию к такой степени, что потеряли, собственно, человеческую индивидуальность в том творческом виде, в котором мы можем говорить по гамбургскому счету. А кто приехал, приезжает к ним? Люди, которые не прошли такого отбора из Азии и Североафрики. У тех, у которых отбор был по совершенно другому принципу. И мозги у них совершенно иные. Их нельзя переделать за одно поколение. Их надо отбирать там 10, 15, 20 поколений в жесточайшем отборе. Естественно, в Европе никто этого делать не будет. А это значит, что европейцы столкнутся, вот эти конформисты понурые, о которых мы говорим во главе с Меркель, столкнутся с оголтелой биологической агрессией вот этих североафриканцев и азиатов, которые просто не понимают, как можно себя так вести, как ведут европейцы. Потому что их мозг не прошел такого отбора. У них нет такого конформиста. У них каждый за себя. Его личные желания, как у дикой обезьяны в джунглях, абсолютно, абсолютная истина в последней инстанции. Поэтому у них специфические и религиозные представления, позволяющие уничтожать кого угодно, кто не разделяет их точку зрения. Это не борьба цивилизаций. Это не борьба религий. Ни в коем случае. Это столкновение между разными историями происхождения человеческого мозга, которые преодолеть никакими социальными приемами невозможно. Они будут вечно порождать конфликты и убийства. Еще раз объясняю. Потому что прошло две мировых войны за 20-е столетие и несколько крупнейших революций, которые унесли, по приблизительным оценкам, 50-60 миллионов жизней по совокупности. Вы понимаете, какой жесткости и какой невероятной целенаправленности шел отбор по принципу конформизма? Естественно. Естественно, в Европе это является нормой поведения. Это гиперспециализация по принципу социального конформизма. К чему это приведет? Да понятно, что любые гиперспециализированные виды обречены на вымирание. Ну как олени времен мамонтов с гигантскими рогами. Сами мамонты, лохматые гиганты. Куда они делись? Они были самыми мощными? Да. Они были самыми лохматыми? Да. Они были самыми рогастыми? Да. Они были, конечно, самыми, как европейцы считают сейчас, самыми социализированными конформистами в мире. Безусловно. Куда они денутся? Туда же, куда мамонты и гигантские олени. То есть они исчезнут с биологического лица, этой земли, как гиперспециализированная популяция вот по этому принципу. А те, кто им приведет на смену, сейчас идут полным ходом. У них нет таких проблем. Они не специализированы по принципу социального конформизма. И они, конечно, их уничтожат, если это немедленные предпринятия, какие-то очень непопулярные меры. А у них нет никаких вариантов. Они или возвращаются к нацизму, к сожалению, или на этом все заканчивается. Но они, боюсь, я не вернусь к никакому нацизму. Они это будут осуждать, долго скрипеть. И когда уже схватится, будет поздно. К сожалению, они являются тупиковой ветвью церебральной эволюции человеческого мозга. Жалко, хорошие ребята. Мне они, в общем, нравятся. Они милые, в очечках такие, со всеми признаками врождения на лице. Заседают в своем парламенте. Смешные люди. Но, к сожалению, если они будут действовать так, а не будут действовать, потому что у них так мозг устроен, то их время, в общем-то, сочтено. Ну, во-первых, достаточно посмотреть, если говорить о Путине. Посмотрите, как он говорит. Ну, какой западный лидер часами будет отвечать на вопрос, допустим, они там чуть-чуть подогнаны, подобраны, или там фильтруются. Но кто будет вот так, без бумажки, отвечать? Вы понимаете, не сопоставимый, ни интеллектуальный уровень, ни образовательный. Вы посмотрите, на кого это похожи, эти лидеры. Уж про баму я не говорю. Человек с килограммовым мозгом, да еще там внук раба, который так боялся в конце своего президентства, что его хозяева потом перестанут кормить. Что делал все, и даже еще больше, чем можно. Знаете, как в хижине дяди Тома описано? Вот раб, который так старается, ну так старается. Этот менталитет рабский. Во-первых, мозг эриктоидных, то есть это гомоэректусов. То есть древнейшая конструкция, досапиенсная. А во-вторых, отбор по рабскому принципу. Как рабы выживали? Кому из рабов давали размножаться? Кто лучше всех удовлетворял и утешал хозяев? Вот в результате такого отбора появился Барак Хусейнович Абабов. Ну, естественно, его привели к власти в полной уверенности, что он как честный раб будет до конца биться за дело хозяев. Он и бился. А еще, поскольку он из себя ничего не представляет, и об этом говорили все, с кем он работал еще до своего президентства, смеялись над ним. Ясно, что он настолько далек интеллектуально от чего бы то ни было, что он будет точно политиком. Что в конце своей двойной деятельности, еще повторюсь, он отрабатывал до конца, потому что у него была паника, как он будет жить, чем награде этого хозяева. Это очень смешно было смотреть. Ну, а чего? А в каком расизме? Я разговариваю, что Обама плохой, я говорю, что он другой. Самое главное непонимание того, что я не говорю, что Обама плохой. Где я это говорю? Я говорю о том, что он другой, радикально другой. Это мы видим. И политике 8 лет в США он нанес такой ущерб, что теперь непонятно, как они очухиваться будут. Он другой, потому что другие мозги и не осеняет не обращать внимания, будто такие катастрофы. Значит, теперь насчет Обама и Путина. Значит, почему Путин нравится на Западе? Да потому что, первое, он вменяемо объясняет, без бумажки, отвечает на вопросы. Он умело и ловко шутит. Он самостоятельно проводит более-менее понятную политику. То есть, наша политика, пусть ее называют агрессивной какой-то, но она понятная. Он не пытается все время сделать одной рукой одно, другой рукой другое. Люди это все видят во всем мире. Когда ты там финансируешь антитеррористическую организацию и тут же с ней борешься. Ну, это что? Цель только одна. Заработайте здесь и здесь. А если человек методично проводит однозначную политику, это всегда нравится. Ну, что, Наполеон, что ли, был каким-нибудь особо гениальным человеком? Упаси Бог! Ефрейторская менталитет. Давайте всех завоюем, все отнимем. Или Александр Македонский. Да то же самое. Но у них однозначная, понятная, вменяемая политика. И это очень понятно всем людям. От самого низкообразованного до самого интеллектуального. Он говорит, я отстаиваю позицию своей страны. Всеми способами. Правильные политики. Это всем всегда нравится. Понятная политика, однозначные позиции и не бесконечное перебегание из одной позиции в другую. Вот этим и отличается Путин. Молодец, правильно делает. Если он не будет и дальше поддерживать эту тенденцию, он будет еще более популярным. Все будут мечтать о таком политике, потому что однозначность, вменяемость, ясность общения с людьми. Никаких двойных, тройных стандартов. Как говорит, так и делает. Может, это кому политика не нравится, но и бог с вами. Но она все время воспроизводится. Он не отказывается ни от того, чего делал. Это, собственно говоря, и нужно в политике. Даже с ошибками можно долго делать какое-то дело, но если ты делаешь одно и то же дело, оно приведет к результату. Но если говорить про Обаму, то, собственно говоря, про Обаму и хозяев есть как бы две системы. Вы посмотрите, а что в Америке произошло в момент присутствия Обама? Долг увеличился в два с половиной раза финансово. А это кто делает эти долги? Федеральная резервная система. Напомню, частная организация. То есть, что получается? Причем, многие владельцы этих банков далеко не американцы. Возникает вопрос, значит, на кого работал Обама? Вот на этих людей, которые продолжали спекулировать деньгами в масштабах всей планеты. Разными способами. Это специалисты расскажут подробнее. Сейчас приходят другие люди, которые говорят, ну, плохо спекулировать деньгами. Хотелось бы, чтобы они хоть чем-то обеспечивались. Но мы отказались золото, а у нас там фальшивые лежит. Ну, ладно. Но надо что-то иметь за душой, и Америка с этим может справиться, потому что 80% потребления производимых товаров идет внутри Америки. То есть, Америка ничего не потеряет, особенно. Несколько изолировавшись от внешнего мира. И пришли, приходят, противодействуют Обаме те люди, которые хотят построить реальную доходную экономику. А не просто спекуляции деньгами, разными способами, подкрепленные там пушками или интригами или еще чего-то. Вот в чем конфликт. Естественно, Обама был просто, так сказать, ширмой, естественно. И неважно, кто был бы, хотели сделать женщину президентом. Это тоже ширма. Это, собственно говоря, шоу телепузиков, которые показывают американскому народу, а за их спинами делают совершенно другие вещи. То есть, есть разные стратегии развития Америки. Можешь продолжать спекулировать деньгами и паразитировать на всем остальном мире с перспективой краха глобального. А можно попытаться ситуацию, так сказать, сохранить, создав, вернув на новом уровне производство, то, что будет делать Трамп. Вот и все. Но это неизвестно. Обычно такие люди неплохо пристраиваются, потому что у них, еще раз подчеркну, напомню, принципов никаких нет. И Меркель, при всем любви, например, к иммигрантам, она может спокойно пойти возглавить какую-нибудь профашистскую партию. Легко. И Оланд может сделать то же самое, но быстрее всего они будут доживать свои дни, став какими-нибудь консультантами каких-нибудь фирм, торгующих нашей нефтью или нашим газом. Как известно, это самый верный путь западных политиков, но и заодно расскажут все, что за эти деньги, все, что они знают. Ну, это обычный путь западных политиков. Так что их судьба не очень зависит. Посмотрите на Сарказий, тоже ни о чем. Единственное для его достижения это Карл Бруни. Ну, не считая, конечно, то, что он не вернул до Каддафера с Бомбифов. Так что все в порядке. Так что, как видите, никаких объективных, рассудочных, разумных мотивов в политике, о которой так гордится Европа, их просто нет. То есть, это такая мелкая возня второстепенных стран, оккупированных США, которые в рамках разрешенного болота, значит, там болтыхаются и что-то произносят. Я считаю, что у нас совершенно правильная сейчас политика, на них обращать внимание, но очень-очень вторичная. С уважением, конечно, но, как и положено представителям, третьим представителям США. Не будет. Вот совсем недавние такие высказывания. Если Путин такой хороший, почему тогда пардон, Рашка в полном дерьме? Почему главным достижением стало небывалое воровство, нищета и коррупция? Другой еще комментарий Савельев молодец, но надо немного убедительней для скептиков убрать непрофессорские усы и наконец сходить в парикмахерскую. Ну тогда он совсем потеряет облик Д'Артаньяна. Алекс Голдштейн пишет Ну почему специалист, биолог, много лет занимающийся исследованием мозга, пытается анализировать глобальную политику? Если политолог начнет рассуждать о биологии, Савельев начнет ржать как лошадь и будет прав. Так зачем же сам-то? Что ж, какой-то есть ответ у нас на это вопрос? А, политсигнал отвечает Так Йента тенденция, но не такая. Вот ведь в соседней стране юморист на первой роли в государстве выдвинулся. А все Ильич виноват со своим бессмертным. Каждая кухарка должна уметь упховлять государством. Родил идею и ее подхватили другие. Ответ мне очень нравится. Хороший ответ. Еще такие комментарии. то думал, что вы большой ученый, а вы элементарный приспособленец. Фраза из кинофильма Гараж. Ну что ж, нужно так сказать. Путин это всего лишь бренд ФСБ, который он создал и который заменил его двойником, который не признала даже жена. ФСБ останется у власти при любом раскладе. Победившая тайная власть это чисто российская формация в условиях управляемого беспредела. Ривальная надзаконная власть у них, а все остальное бутафория. Даже закон и конституции, которые они жонглируют как хотят. Русские в массе не признают закон, поэтому Россией править... Что там править? Сейчас прочитаем. О, нет, это уже нечитаемо. Столько много букв, не только букв, но и слов, но и предложений тут целая сотня. Читать не будем. Итак, вот короткое интересное. Против Англии самое важное открыть офшоры на своей территории, как сделал Китай с Гонконгом. А вот хороший юмор у профессора черненький. Феликс Горбуля комментирует очевидно с Украины. Молодец Феликс Горбуля. Или Марина Кунин, Куница. Еще один полит Олух с усмешкой. Ну, кому полит Олух, кому популяризатор. Так, Сергей Ем считает засос засчитан, очко вылезано. У кого вылезло очко, не знаю. Так, пишем, читаем дальше, пишем больше. А Путин был в школе троечником? А Путин был в школе троечником? Савельев говорит о мозге, в экономике вы не сильно разбираетесь. Все почти правильно. А Россия, чья колония? Почему Россия такая умная и интеллектуальная, и образованная, живет ниже плинтуса? Иван Иванов, не в первый раз замечаю, что когда умные люди лезут в несвойственные им области, то несут полную ахинею. Зачем так убивать свое реноме? Непонятно. Вероятно, для профессора самой большой загадкой является то, что творится в его собственном мозгу. 12 лайков. А что? Это правильное замечание. В своем мозгу нужно, как говорится, в чужом мозгу маленькую извилину увижу, а в своем мозгу даже большую не замечу. Савельев, оказывается, живет в параллельной реальности, где вечно пьяная Россия вдруг оказалась развитой технологической страной. Савельев любит подачки от Путлера. Виктор Штык откомментировал такое. И кому-то это тоже понравилось. Даже один лайк есть. Что по сути было сказано? Культуры и религии ничего не значат, а важны лишь эволюционные из особенностей регионов и народов, которые будут решать общение народов. Интересно, что полоумные европейцы в начале его объяснений ставят все на кон во имя владения самок помоложе, обезьяне, мол, дела. Ну, чисто нормальный индивидуалистический ход природа. Затем, говоря о заселении Европы азиатами и африканцами, вдруг именно они не воспринимают Европу и не понимают ее, потому что они обладают первобытным индивидуализмом и в гробу видали общественные европейские формации. Пойди разберись. Вот комментарий, конечно. Хучню несешь. Надеюсь, в науке лучше разбираешься. Рассказал бы про российский автопром с седьмой минуты. Какие высеры в адрес цивилизованных стран? Ну, каждый человек имеет право на собственный высер в адрес любых стран. Как же он зализывает Путлеру заднепроходное отверстие? Пусть бы рассказал про русскую элиту. Ну, он и про элиту там дальше где-то рассказывает. Все как говорится не застрянет в голове. Все расскажет. Парень в своем патриотизме до маразма дошел. Во Франции американские военные базы? Когда и откуда они там взялись? Ну, хрен с ней, с Европой. Там элиты состоят из приспособленцев. А из кого состоят российские элиты? Только задумайтесь, Россия правит помимо приспособленцев еще и воры, жулики и убийцы. Да, во главе с нашим дорогим Владимир Владимировичем. Вот хороший комментарий. Мне очень сильно нравится такой Путин действительно умный. С биологического взгляда на жизнь он чистый примат, который обезопасил свое потомство, забрал все у других приматов, а вот с рассудочной точки зрения его ум недалек, мягко говоря. Нет, уже не нравится мне это. Про Багандон пишет кто-то с нерусской фамилией. Нет, надо найти какой-нибудь хороший комментарий и на этом остановиться. Что насчет разницы в понимании? Вопрос. Это нехороший комментарий. Ищем дальше комментарий хороший. Шут. Передай эти 555 волшеб упр всем детям РФ на лето. ГТО Сталина их добьет не жалко жалкий Д'Артаньян указать ответ. Какой-то ответ даже на этот человек. Раньше таких профессоров С называли негодяй, а сейчас это угодники власти. Блин, опять хает профессор. Ну, нет, чтобы погладить по головке, приласкать как-то, чтобы человеку было приятно хоть немножечко. И хидно смеется, значит, доволен положением народов Европы. Демагог, сплетник, завистник. А о чем моральный урод может еще говорить? Все. Ну, а кто хочет побороться за истину, за будущее своих детей, человечества? На мой сайт mdafs и zenyoutube. Я не могу, как этот клоун, открыть ТВ здесь, но изобретений много, у этого ничего нет, вот служит быдлу, ворюгам. У Обамы не было рабов, ты провокатор, мелкотравчатых стран нет, есть формы, мозг куриный, ты дед, читаешь книгу Хокинга, краткая история времени и никакого бунта, раб, знаешь, что времени нет, но читаешь и убогих не оставляешь, не восстанавливаешь, подхихикиваешь, как шакал, а какие отношения у Европы и США, не знаешь, нам они противостоять не будут, не подхихикивай, как баба, мы для них КНДР ноль, и Китай пятно, туда дед каждый день уезжают самые умные, грамотные, честные, а ты здесь подлизываешь, время не существует, дед, и вселенная, и Б, большой взрыв, наверное, верят этому обреченные рабы и, ну и ты, хитрюга, ни один, ни одного слова правды, это не по-мужски. Вот хороший комментарий, мне очень нравится. самый умный Сергей Савельев, ура, и на этом сейчас мы окончим, ууу, наконец-то мы окончим. Субтитры сделал DimaTorzok